Здравствуйте, уважаемые видеослушатели! На создание сегодняшнего урока меня сподвигла определенная ситуация. Так случилось, что срочно надо было вырезать фасад для выдвижного ящика длиной более 1 метра. А в данный момент в наличии у меня был лишь станок с рабочей зоной 60 сантиметров. В общем, пришлось решать эту задачу и заодно решил поделиться с вами, как это было. В первую очередь я изготовил направляющую, вдоль которой буду продвигать заготовку. Подошел обыкновенный кусок фанеры, я надежно закрепил его на столе и отфрезеровал торец, для того, чтобы на 100% быть уверенным, что заготовка будет продвигаться строго параллельно, без каких-либо отклонений. Теперь включаем программу ArtCam. Итак, создадим программу обработки нашей детали. Нажимаем «Новая модель». Чистый размер обработки составляет 1048 на 140 миллиметров. Работать мы будем от середины. Нажимаем «Ок». Теперь через рельефы, импорт 3D модели, извлекаем наш узор. Разворачиваем его в нужном нам направлении. Ширина узора будет составлять 100 миллиметров. Это с учетом того, что здесь впоследствии я еще дорисую рамку. Нажимаем «Ставить». Закрыть. Вот такой узор. Заходим в растровый слой. И создадим рамку с помощью директории «Помощник». Рамка будет простейшая. Ширина 140. Высота 1048. Просмотр. Правой клавишей закрепили. Создаем еще один прямоугольник. Ширина 110. Высота 1018. Просмотр. Закрепили. Получилась вот такая рамка. Теперь через «Shift» и правую клавишу сгруппировываем вектора. Два раза щелкаем на рамке. И сделаем вот такой вот простейший вариант. Добавить. Закрыть. Получилась рамка. На 3D виде мы видим, что получилось. Далее. Теперь мы должны создать две зоны обработки. Так как размер нашего станка не позволяет обработать сразу все. Поэтому поделим нашу деталь на две части условные. С помощью прямоугольников. Создаем прямоугольник 140. Длина детали составляет 1048. Половина это 524. 524. Просмотр. Теперь сместим этот прямоугольник в верхнюю часть. По оси Y. 262. Это половина от 524. Просмотр. Получилось. Закрепили. Создаем такой же прямоугольник. И сместим его вниз. 140 на 524. Смещаем по Y. Минус 262. Просмотр. Все. Теперь получилось у нас два прямоугольника. Первый и второй. В которых мы отдельно будем прописывать программу обработки нашего изделия. Заходим в траектории. Дерево у меня твердое. Поэтому придется создавать две программы. Черновую и чистовую. Выбираем черновая по Z. Через выбранный вектор. Обязательно. Потому что мы будем отдельно прописывать для каждой рамки программу. Выбираем черновой инструмент. Я буду использовать 6-ти миллиметровую фрезу с закругленным концом. Шаг по Z выставляю 5 миллиметров. Скорость 1300. Рабочей подачи. Подача врезания 1000. Пусть будет так. Нажимаем ОК. Выбрать. Далее. Определяем материал. Высота нашей заготовки 30 миллиметров. Оставляем ОК. Припуск. Выставляю. Применить миллиметр. Пусть будет больше запаса. Плоскость безопасности выставляем 5 миллиметров. Этого достаточно. Нажимаем Вычислить сейчас. Произошло вычисление. На 3D-виде мы видим, что получилось. Теперь составляем программу такую же для нижней рамки. Заходим в черновую по Z. Выбранный вектор. Черновой инструмент у нас уже сформирован. Нажимаем Выбрать. Все остальные параметры у нас забиты. Нажимаем Вычислить сейчас. Смотрим на 3D-вид. И также видим, что создалась программа и для второй рамки. Теперь создадим программу чистовой обработки. Заходим опять же так же в Траектории. Создать Траекторию обработки рельефа. Выбираем, допустим, рамку. Верхняя. Обязательно выбранные вектора. Выбираем фрезу. Фрезу я буду использовать с радиусом скругления 1 мм. Шаг по Z 20 достаточно. Скорости устраивают. Шаг по Y я выставляю обычно 15%. Это составляет 0,3 мм. Нажимаем ОК. Стратегия обработки Растер. Подводы и отводы нас не волнуют. 5 мм остается. Толщина остается. Вычислить сейчас. На 3D-виде мы видим нашу обработку. Сейчас мы можем даже посмотреть имитацию нашей работы. Вот таким вот образом наша фреза от середины и вверх будет обрабатывать верхнюю часть заготовки. Теперь создадим обработку для нижней рамки по чистовой обработке. Также заходим в траекторию обработки. Нажимаем выбранные векторы. Нажимаем нашу фрезу, которая уже сформирована. Не будем ее изменять. Просто выделяем и выбираем. Все остальное выставлено. Нажимаем Вычислить сейчас. Закрываем. На 3D-виде мы также видим, сформировалась наша траектория обработки. Можем также посмотреть имитацию. Итак, мы создали отдельные программы управления для двух половин нашей заготовки. Теперь их сохраняем и начинаем обработку. «Сохранить». Напишем как «Чистовая вниз». Сохраняем. Сохраняем как «Чистовая вверх». Сохраняем. Ну и так далее. Теперь на заготовке я отметил середину, то есть ноль, от которого будут выполняться все наши последующие действия. Также я сделал отметки на направляющей в начале и в конце рабочей зоны. Расстояние между отметками 524 мм. Эти отметки и будут нам служить ориентирами для перемещения заготовки. Мы закрепили заготовку с учетом обработки нижней части детали. Поэтому мы извлекаем черновую нижнюю обработку. Вот как она выглядит. Мы видим, где находится наша фреза. И видим нижнюю часть заготовки. Нажимаем «Пуск». Как отмечалось ранее, обработка производится фрезой диаметром 6 мм со сферическим концом. Для черновой обработки удобнее использовать такую фрезу, так как она рассчитана на прямое вертикальное врезание в древесину. А если бы мы использовали фрезу с тупым концом, не предназначенную для прямого врезания, пришлось бы задавать траекторию заглубления по наклонной линии, по типу маятника. Такой вид обработки отнял бы у нас попросту больше времени. И вот обработка нижней половины детали произведена. Теперь, чтобы приступить к обработке второй половины, произведем определенные манипуляции. Ослабляем крепление и смещаем заготовку на расстояние 524 мм. То есть, совмещаем центр заготовки с ближней отметкой, которую мы заранее сделали на нашей направляющей. Итак, мы сместили нашу заготовку для обработки верхней части детали. Теперь мы должны изменить также ноль по оси Y. Мы вносим цифры 524 мм. Это половина обработки нашей заготовки. И посылаем фрезу в новый ноль. Извлекаем файл с обработкой черновой верхней части нашей заготовки. И запускаем программу. Продолжилось вырезание нашей заготовки. Все получается так, как и задумано. Напомню, что древесина используется породой дуб. Дерево твердое. Так что черновую обработку миновать не получается. Видно, что на средней линии не выработано пару миллиметров. Это получилось потому, что при создании программы мы намеренно задали припуск. Итак, я выполнил черновую обработку. Теперь приступаю к чистовой. Я снова вернул заготовку в исходное положение. Соответственно, по оси Y я в исходное положение возвращаю фрезу. Извлекаю файл для чистовой обработки нижней части нашей заготовки. И запускаю программу. Пошла чистовая обработка. Напомню, фреза используется диаметром 4 миллиметра с радиусом скругления 1 миллиметр. Шаг по оси Y составляет 0,3 миллиметра. Эта цифра берется из расчета 15% от диаметра скругления фрезы. В большинстве случаев для чистовой обработки я использую такой подход при расчете шага по оси Y. Как видите, получается качественно и чисто. Теперь мы снова передвинем заготовку и продолжим обработку. Точно совмещаем наши отметины и закрепляем заготовку для дальнейшей обработки. Выполнилась обработка чистовая нижней части детали. Я сдвинул деталь снова. И теперь также переношу ось Y на нужное нам расстояние в новый ноль. Извлекаем файл обработки чистовой верхней части нашей детали. И запускаем программу. Стыковка прошла на отлично. Есть небольшой перепад по высоте, буквально на 0,1 миллиметра. Причем только на одной стороне. Таких моментов избежать, конечно, невозможно. Обусловлено это не только неровностями стола. Мало того, само дерево имеет внутреннее напряжение. После снятия определенного слоя, причем рельефного, заготовку, естественно, ведет. Причем непредсказуемо. Но для такой работы это не критично. Если перепад будет значительный, всегда возможно перезапустить программу обработки и отрегулировать высоту до нужной по оси Z. Пока выполнялась обработка, я шкуркой снял все изъяны и все получилось идеально. В конце этого видео у некоторых может возникнуть вопрос. А зачем вообще тогда нужен большой стол? Я и сам, честно говоря, подумал об этом. Но во всяком случае, думаю, что для тех, кто редко обрабатывает детали больше своего станка, кто стеснен в финансах и не может позволить себе большой стол, кто стеснен в конце концов в размерах помещения, смогут воспользоваться этим уроком и расширить диапазон своих возможностей. На этом все. До новых встреч. С вами был Эдуард Солдатов.